Сегодня был просто отвратительный день в школе. Я вернулся домой злой, недовольный. Хорошо, Матео очень хорошо говорит по-русски. Мы немного говорим по-русски, немного говорим по-итальянски. Мы нашли в Болонской библиотеке литовскую книгу. Пелитесь и добрите. Нам что-то принесли, я не знаю, что это, но сейчас будем есть. Мне нравятся эти дополнительные занятия. Мы всей группой все время выползаем в выпившие. Просто такие... Отличная школа. Привет. Сегодня меня посетила интересная мысль. Мы были на занятиях, и девчонки, с которыми я учусь, рассказали, что накануне они пошли на такое мероприятие, которое проходит раз в неделю в одном из баров в Болонии. Там встречаются все студенты, которые учат какие-либо языки и общаются друг с другом. Меня посетила мысль, наверное, в интернете есть куча сайтов, где можно в определенном городе, в определенной стране найти себе вот такого партнера языкового, с которым можно было бы практиковать язык. И я вот уже полчаса сижу, и я нашел много таких сайтов, и нашел один, ну, я так понимаю, самый популярный, наверное, судя по количеству объявлений. И, в общем, я сейчас нашел несколько человек, которые живут в Болонии, которые являются итальянцами абсолютно разного возраста, разных интересов, и которые учат русский язык. И, слушайте, я себя ощущаю просто человеком на сайте знакомств, хотя я ни на одном сайте знакомств никогда не был зарегистрирован, потому что я сейчас пишу письма. Привет, я Сергей, я учу итальянский язык, мы можем с тобой встретиться, выпить кофе, поговорить по-итальянски, поговорить по-русски. Короче, да, я пишу сообщения, не знаю, может быть, кто-нибудь мне ответит. Я подписываю открытки для подписчиков, которые стали победителями моего конкурса открыток. Сейчас закончу подписывать и побегу отправлять их скорее. Надеюсь, что когда вы увидите это видео, открытки уже будут у вас. Летите-летите, открыточки в разные страны моим подписчикам. Сегодня был просто отвратительный день в школе. Я вернулся домой злой, недовольный, при том, что ничего, так сказать, не предвещало такого исхода событий. Сегодня очень хорошая погода в Болонии, сегодня плюс 27, очень жарко. Я думал, что после школы я сейчас возьму все свои тетради, конспекты, пойду в парк рядом с домом, лягу, буду загорать и делать домашние задания. Но я ничего этого не хочу делать. Я, наверное, сейчас сяду и буду монтировать влог. И мне даже лень гулять, и даже не хочется есть. Нам сегодня был предложен текст, который посвящен здоровью. Мы должны были его послушать. И, значит, текст был про здоровый образ... Нет, не про здоровый образ жизни. Текст был про три профессии. Значит, диетолог, спортивный врач и тренер. И, значит, три персонажа рассказывали о своей работе. Мы должны были сначала понять, кто они. Но это было достаточно легко. А потом мы должны были послушать, какие советы они дают. А сказать, что я не понял ничего, не сказать ничего. То есть я понял буквально там одно-три слова из всего этого пятиминутного спича. И я очень разозлился, потому что, ну, разозлился и на себя, конечно, и на преподавателя. И я, как мне кажется, достаточно грубо со своей идиотской ухмылкой спросил этот текст уровня С1 или С2. Преподавательница сказала, нет, это уровень А2. Но, в общем, во мне включился, знаете, какой-то такой обиженный мальчик. Я, в общем, сидел и не мог ничего понять. И остальные студенты тоже ничего не понимали. Я спросил у девушки из Австрии, которая сидит рядом со мной, говорит, что ты что-нибудь понимаешь? Она говорит, ничего. И, в общем, я разозлился на себя, что я ничего не понимаю. Я разозлился на учительницу, что она взяла такой сложный текст. И, елки-палки, мне хотелось подойти и сказать, алло, я не могу в баре заказать, там, не знаю, определенное блюдо. А вы хотите, чтобы я понимал текст про то, как нужно укреплять мышцы спины, если ты занимаешься плаванием? А, короче, я считаю, что такие вещи, ну, они очень демотивируют. То есть, понятно, что каждый урок, он должен быть немножко сложнее предыдущего, чтобы ты потихоньку наращивал, так сказать, мышцы. Но, когда ты просто смотришь, нет, не смотришь, слушаешь текст, и через 20 секунд ты понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь. Вот, я не знаю, как у вас, у меня мозг просто выключается, и все. Я даже уже не слышу остального. Короче, я злой на себя, что я завелся. Я злой на учительницу, я злой на весь мир. И сегодня, наверное, просто не мой день. Как у нас начинаются занятия по-итальянски? Смотрите, никого нет, никто не работает, а занятие должно было начаться уже 8 минут назад. Здесь ничего не начинается вовремя. Интересная информация. У нас студентка спросила у преподавателя, представители какой национальности быстрее изучают итальянский язык. И преподавательница сказала, что очень легко итальянский дается русским. Для меня это было большим удивлением, потому что есть очень много вещей, которые для нас, русскоязычных, ну просто катастрофически сложные. Там те же картиколи и так далее. Количество там прошедших времен, когда их больше одного, это несколько сложнее. Но вот представьте себе, она сказала, что русские просто очень быстро учат итальянский язык. Было приятно узнать. Я сейчас нахожусь в университете, а это Матео. Помните, я вам рассказывал, что я написал на одном сайте по поводу языкового обмена. И вот мы говорим. Я попробую говорить по-русски. Хорошо, Матео очень хорошо говорит по-русски. Мы немного говорим по-русски, немного говорим по-итальянски. А еще Матео изучает арабский язык. Покажи, покажи свою тетрадь. Я когда увидел. Как можно? Как можно? Я просто хочу вам показать, что человек делает. То есть такая вот, смотрите, детская книга. Здесь по-итальянски и здесь по-арабски. А какой труднее, арабский или русский? Депенде. Я хочу показать. Это за выход. Да, смотрите. Вот, так что мы сидим, общаемся. И это очень полезно, круто. Матео показывает мне университет. Мы сейчас находимся в библиотеке. Я не могу громко говорить. Здесь занимаются студенты. Мы нашли в Болонской библиотеке литовскую книгу. Пелитесь и добрите. Смотрите, как называется учебник русского языка для итальянцев. Молодец! Парлиамо руссо. А это в библиотеке есть корзина, куда кладут книги, которые могут кому-нибудь подарить. И вы можете просто прийти. Здесь книги на разных языках. Их не так много. Какую-нибудь книгу, которая вам понравилась, забрать себе. И чисто символически оставить какую-нибудь денежку в помощь библиотеке. А вот здесь сидит пара. Здесь все желающие могут устраивать вот такой обмен языковыми знаниями. Вот, например, здесь говорят по-английски. То есть здесь есть человек, который говорит по-английски. И все, кто учит английский, могут прийти и с ним пообщаться. Ну, такой языковой обмен. Я не умею. Это я типа делаю домашнее задание. Я на самом деле его делаю сегодня очень странно. Я напишу одно предложение, потом закрываю глаза и минут 15 сижу и загораю. Потом еще напишу одно предложение, потом опять закрываю глаза. Я вам рассказывал о тяжелом дне, только я вам пожаловался, что были очень трудные лекции. Я ничего не понимал. Мотивация у меня вообще свалилась. Уверенность в своих силах тоже куда-то делась. Как сегодня подошли мои преподаватели во время небольшого перерыва в баре и сказали, Сергей, мы тут обсуждаем как раз твою историю. Нам кажется, что для тебя этот уровень А2 очень легкий. Ты хорошо говоришь, и ты очень быстро делаешь всегда упражнения, и всегда правильно делаешь домашнее задание. На что я парировал. Я сказал, да, окей, я очень хорошо делаю упражнения, но когда мне нужно говорить и вот эти знания, которые я получаю, и все эти правила применять в разговоре, то здесь как бы я лажаю. В общем, они собрали консилиум, пришли еще преподаватели. Знаете, все это по-итальянски, с шумом, с обсуждениями в баре. В общем, я стоял только хлопал глазами, не всегда понимал вообще, чего они там про меня говорят. В общем, они сказали так. Говорят, ты посередине между уровнем А2 и Б1. Давай выбирай, либо ты будешь дальше на А2, либо переходишь на Б1. Я сказал, что, наверное, все-таки стоит мне остаться на А2. Если я на следующей неделе пойму, что этот уровень для меня очень легкий, я перескочу тогда на следующий. Но я подумал, что лучше быть лучшим студентом в группе А2, чем самым отстойным студентом в группе Б1, потому что в таком случае, ну, уверенность в силах и самооценка вообще просто упадут к чертовой матери. Поэтому, да, мы решили пока меня оставить на этом уровне. Ну, вот такие новости. Мне кажется, я сегодня уже не буду делать домашку. По крайней мере, ближайшие несколько часов, пока светит солнце. Нам что-то принесли, я не знаю, что это, но сейчас будем есть. Это как сосиска с томатным салусом, но вкусно. Самое вкусное, берешь хлеб. Мне нравятся эти дополнительные занятия. Мы всей группой все время выползаем выпившие. Просто такие... Отличная школа. Короче, новости такие, что все-таки я подумал и взял курс сложнее, Б1. Ну, и пусть я буду худшим студентом в начале, но это будет меня мотивировать быть лучшим со временем. Вот, сегодня пятница. Я снимаю это видео в пятницу. Сегодня последний день учебы. И с понедельника я уже перехожу с курса А2 на Б1. В общем, мне дали, наверное, штук 10 копий, заданий, правил. И у меня будет два дня, чтобы все это выучить, чтобы, ну, не так прям сильно отставать от моих новых одногруппников. Так что, видимо, предстоящие выходные я проведу не гуляя по городу, попивая вино и объедаясь, а работая и изучая новые правила. Ну, с другой стороны, я сюда приехал учиться в первую очередь, так что это нормально. Сегодня я решил отправиться на озеро Гарда и в город Берона. Что-то среднее между Тракай, Йод-Карантина, Курской косе и, может быть, Друскиненкой. Девушки пишут записки Джульетте. Дорогая Джульетта, подари мне мужа большой дом, чтобы было пять поросят, две коровы, приусадебный участок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова